Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Ольга Уралочка Лайф. Мои хорошие, будем с вами обсуждать последние сводки с полей, а именно сегодняшний киношедевр Уралки и Сарафана. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, ну и, конечно же, писать хорошие, добрые, интересные, веселые комментарии. Ну что, ребята, это вторая часть моего как раз-таки обзора на сегодняшний марлезонский балет Уралочки и Сарафана. Да-да, как говорится, начинаем с того самого момента, на котором мы с вами закончили. Ну что, ребята, хотела выйти пораньше, но получилось так, что мы уехали на озеро. Уехали аж за 60 километров в одну сторону, и что бы вы думали. Когда мы ехали обратно, у нас начался ужасный ветер, я бы сказала, самый настоящий ураган. Было просто страшно на трассе, там дождь лил так, что не справлялись дворники. Это был какой-то кошмар. При всем при этом, когда мы приехали, да, съехали с трассы и въехали в город, все это благополучно закончилось. Нет, дождь идет и сейчас, но, по крайней мере, того ужаса, который был на трассе, ребята, это просто, знаете, как говорится, без слез не взглянешь. Нет, это ужасно, когда ты едешь по трассе, и когда ты не видишь. Вот благо мы пристроились за фурой, ехали, потому что там вообще ни черта не было видно. Это был, конечно, какой-то кошмар. Все еле-еле ехали. Ну что, да, кстати, свое озеро, куда мы ездили, я все это дело выложила, а также наш сегодняшний ужин выложила в телеграм-канал, так что, кто захочет, зайти, заходите, у нас там весело. Ну что, друзья мои, приключения троицы на дачке продолжаются. Уралочка командует, как всегда, ну а двое работают лопатой. Ну, вернее, не так. Не работают лопатой, а создают вид бурной деятельности. Ну, надо же что-то делать, а иначе на сяльника снимет с довольствием. Уралочка гогочит, друзья мои, Абдугани стоит в этой, в теплице, в телеге, хотела сказать, в теплице, и, значит, пытается там, бросает, бросает землю, ну, как бы стоит там, прикалывается, понятное дело. В этот момент Уралка говорит, смеется и говорит, ой, ой, ты хоть до меня-то не кинь, не кинь, не кинь. Вы знаете, ну, когда человек вот таким образом говорит, да, получается, что он специально подводит второго человека к тому, чтобы он как раз-таки это сделал, да, это из серии. Не бросай в меня снегом, не бросай в меня снегом, нет-нет-нет, только не снегом, да. Ну, здесь примерно та же ситуация. Тот взял в бабку и кинул, друзья мои, целую лопату, ну, благо, что не навоза, а, собственно, земельки, и не попал. Уралка орет в этот момент. Точно, точно он челился в меня, но не попал. Да, ребята. Уралочка, это что опять у тебя, я смотрю, тут за бунт на корабле? Ты знаешь, мне кажется, Уралочка, пора уже принимать какие-то меры. Да-да, я так понимаю, изначально уже меры были приняты, самые первоначальные, это лишить обдушку еды. Ну, если кто не в курсе, да, то я думаю, что сейчас, друзья мои, мы с вами этот момент немножечко обсудим. Вы знаете, мне очень понравилось, когда сегодня вытаскивали, друзья, провизию, выставляли на стол вот эту вот скатерть-самобранку, вытащили компот. Я сказала, ну, надо же, да не прошло и года. Нам продемонстрировали аж целую банку компота. Вытащили, значит, помидоры, и вот вытаскивала Уралка там печенье, доширак, да, это все перечисляла. И вот когда она сказала о том, что, ну, если обдушка не будет, типа, есть рыбу, будет есть доширак, зашибись. То есть, когда они вдвоем едут, да, вот на ту же дачу, они всегда себе здесь и шашлычка приготовят, и пожрут сами, да, понятное дело, что-то и домой обдушки привезут, но в любом случае, да, то есть, они всегда и мясо приготовят, они всегда и рыбу приготовят. То есть, я еще раз делаю акцент, ребят, обратите внимание, да, на то, что Уралка всегда готовит исключительно то, что любит и хочет она сама в данный момент. Вы знаете, это какая-то наглость. Вот это действительно самая настоящая наглость. Я вообще не понимаю, как такое может быть. Если ты знаешь, что у тебя ребенок есть рыбу не будет, только не надо все вот эти вот, да, все вот эти косяки сваливать на Уралку. Тут не только вина Уралки, тут даже в большей степени вина Сарафана, который является родным отцом вот этого обдушки. Почему ты не позаботился, зная, что твой пацан есть рыбу, допустим, не будет, да? Почему ты не позаботился, почему ты не купил то, что хочет есть твой сын? Опять же, а он будет доширак, зашибись. То есть, ты жрешь и хлеб, да, в свои 250 кг, и хлеб, и мясо, или рыбу, да, и салаты там, и все на свете, всякие там лечо, и копчение, и так далее, да? И компоты сверху полирнуть все, и так далее. Может быть, и что-нибудь крепенького. А этому достаточно и доширака. Зашибись. Офигенное отношение. Короче, я так понимаю, друзья мои, да, что уже со стороны Уралки меры начали приниматься в сторону Абду. Далее я смотрю, ребята, после вот этих вот игрищ, кстати, по поводу игрищ. Слушайте, вот честно, уже мне вот эти хомяки Уралки надоели. Эти придурочные, припадочные бабки, которые бегают с других обзорных каналов, которые как ненормальные. Вот их все бесит, да, что я снимаю огромное количество роликов. Их все жаба душит за мое количество подписчиков. Вам-то какая разница? Сидите на своих каналах и не лезьте никуда, ради бога. Ребят, это вообще какой-то кошмар. Теперь, оказывается, если ты вспоминаешь мамонтов, значит, ты со времен мамонтов. Если ты цитируешь Пушкина, значит, ты как раз-таки ровесница Пушкина. Ну и так далее. Короче, далее по списку. Так вот, что хочу сказать. Вы знаете, сегодня, когда я как раз-таки освещала момент, помните, у Ралочки стояла и говорила, ой, какой вечер, ветер, ветрище прямо. Сейчас как поднимет у меня, как паруся, мой халат. Я ей сказала, ну да. И как если обдушка увидит, глянет, а там под этим халатом вот эти вот непонятные паруса, да, трусы, друзья мои, парашюты, то, конечно, будет в шоке. В итоге, что бы вы думали? Естественно, обвинили меня, обвинили моих зрителей. Ну, понятное дело, кого же еще обвинять? Все кругом остальные святые, понимаете, обвиняют меня и моих зрителей. Вот мне просто интересно. Уралка выставляет все это дело на всеобщее обозрение. Уралочка все это дело демонстрирует, рассказывает, что сейчас поднимет ей платье, да, ее халат, как Мерлин Монро платится в свое время. И обдушка с сарафаном смогут лицезреть ее вот эти парашюты, друзья мои, да, во всей красе, а виновата Малинка и ее зрители. Зашибись, просто замечательно. Какие двойные стандарты? Вот как любят всякие разные бабуси вот эти двойные стандарты разводить. Да, да, ну а что? А как говорится, а почему бы, собственно, и нет? То, что позволено Уралочке, то не позволено никому другому, да. И даже если ты делаешь на нее обзор, значит, должна говорить, что все правильно. Это нормально сверкать трусами перед абсолютно чужим подростком, а обдушка ей абсолютно чужой подросток, да. Это нормально с ним зажиматься и говорить, ой, обними меня, обними меня, ну иди сюда, обними меня. И это нормально вот так вот с ним в игрульки играть, а потом, когда тебе начинают что-то говорить или писать, кругом виноваты, конечно же, мы хейтеры. Ну, естественно, кто бы еще, кто же еще будет виноватым? Далее, ребята, наш Олег стоит на грядках с лопатой, да. Не хухры-мухры, не просто так, не с булкой, а именно с лопатой. И опять, больше слов, но мало дела. Обратите внимание, кстати, когда Уралочка стояла возле грядок с лопатой, когда она изображала вид бурной деятельности, ну, понятное дело, делая вид, что она тоже работает, упахивается и так далее, в этот момент Сарафан забрюлил ей ее ноги. Честно, это стало так смешно. Вот я когда на этот момент посмотрела, Сарафан, а что случилось? Уралочка, а почему так? А почему такое лицемерие? Мне просто интересно. А почему забрюлили ножки, 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 ноженьки такой шикарной женщины? Ты же рассказывала, что ты шикарная женщина. У тебя шикарные ножки. А еще ты говорила, что ты аппетитная. А еще, друзья мои, да-да, что у нее ножки просто персик. Уралочка, а что ж ты персик-то забрюлила вместе с Сарафаном, а? Да, побоялись нам показывать твои ноги во всей красе, которые без брюк, да, а без какой-то обуви, ну так, во всей красе. Видимо, поняли прекрасно, что если сейчас зрители увидят это зрелище, друзья мои, вот здесь как раз таки видно, правда, моими буквами Галинка-Малинка за это, но там видно было до этого в кадре, что там было как раз таки забрюлено. Вы представляете, да? То есть нам рассказывают о том, какая она шикарная, но при всем при этом почему-то шикарная женщина не может показать своих ножек. Да, друзья мои, не может показать своих ножек. Ну, кто-то скажет, ой, ты тоже себя не показываешь. Я себя не обязана показывать. У меня обзорный канал, это понятно, да, и мои зрители себя не должны показывать. У них тоже, у них вообще нет никаких каналов. У них обычные аккаунты и так далее. Но у меня нет обзорного влогового канала, поэтому, конечно, это даже не обсуждается. Это даже смешно, да? Сидит там, комментирует, комментатор какое-нибудь спортивное мероприятие, да, какое-нибудь там, я не знаю, любое, в принципе, друзья мои, представляете, в этот момент, а ну-ка покажи себя, а ну-ка покажи свои ноги, а ну-ка, Быра, Быра что-нибудь показал, да, в общем, да, что-нибудь, может быть, еще кроме ног, да, сегодня ноги, знаете ли, а завтра еще какие-нибудь причиндалы потребуют показать. Ну, так вот, что, персик, персика нам так не показали, ножки красивые, шикарные женщины нам никто не продемонстрировал, и тут, друзья мои, пока наша красопета стоит, значит, с этим, со своей лопатой, тут же я понимаю, что соседи начинают сверлить, ну, у них идут дачные работы, естественно, не только уралочки, представляете, этих соседей никто не нахваливает, никто не говорит, вы такие молодцы, вы такие герои, вы прямо вообще срочно, вам надо грамоту, медаль и так далее, при всем при этом я уверена, что либо эти соседи, скорее всего, да, пенсионеры уже, которые, может быть, уже и не работают, кто-то из них, может быть, приезжают какие-то дети, приезжают какие-то внуки, а, соответственно, они приезжают не просто так, а приезжают уже с работы, и никто их, знаете, в ранг героев Кубани никогда не записывает. Короче, тут же начинают сверлить, в этот момент уралочка пытается говорить вместе с сарафаном, там начинают сверлить еще сильнее, ну, и у всех, да, у всех дачные работы идут, как говорится, полным ходом, оно и понятно. В этот момент уралочка говорит, да, дачные работы начались, вот тут и соседи сверлят. Нет, уралочка, нет, нет, ты неправильно поняла, уралочка, сос, сос, срочно надо спасаться, срочно включай все свои камеры, как ты нам говорила, у нас есть камеры, у нас камеры, мы кругом поставили камеры, ни одна сволочь к нам не пройдет. Помните, друзья мои, когда она рассказывала сказке про то, как, типа, кто-то к ней собирался там, да, я не знаю, это такой, это такой ржач, и уралочка сказала, если только кто-нибудь из вас подойдет на расстояние вытянутой руки, на пушечный выстрел к нашей дачке, все камеры вас зафиксируют, и вы будете отвечать в суде. О, как, друзья мои, да, то есть, когда сама снимает чужих людей, детей, выкладывает все это дело на просторы Ютуба, что-то я не вижу, чтобы она парилась по этому поводу и считала себя крысой, а здесь, знаете ли, можно все. Короче, уралочка, срочно включай все свои камеры, камеры, камеры именно, да, и уралочка, это нет, 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 это не соседи, это происки сволочных хейтеров, это хейтеры опять пытаются к тебе пробраться на твою дачку. Ой, я не могу, ребята, это что-то с чем-то, понимаете, да, это действительно маразм крепчал, деревья гнулись, я думаю, все прекрасно поняли, о чем речь идет, да, вспомнили, как уралочка сходила с ума, рассказывая какие-то истории, которые, видимо, придумало ее больное воображение, а может быть, я не знаю, пришла к нам, может быть, у меня сидела в прямом эфире, когда я выхожу в ночные прямые эфиры с обзорами на уралку, и мы там с Аней прикалывались по поводу того, что мы соберемся все-таки к уралочке и поедем в гости. Ну, уралочка же зовет всех в гости, в гости, и вот мы поедем, посмотрим, где действительно живет сарафан. Может, она нас предупреждала с Анейкой, я не знаю, ну, в общем, ладно, об этом история умалчивает. Далее, далее, ребята, что там еще, а, уралочка говорит, ой, ну, че, стоит, ребят, над этой грядкой, стоит, пыхтит, как паровоз, говорит, а че, че мне просто так-то сидеть, ну, так-то ничего, сидеть нечего, надо, конечно, что-то хотя бы поделать. Ну, да, друзья мои, так как она что-то там делала, как она там делала вот эту вот грядку, нам целиком не показали, но было слышно за кадром, как уралочка пыхтела. Шафарчик, да, там надо. В общем, друзья мои, было весело. И говорит, ну, тут натыкаю все, и все будет хорошо. Хорошо, уралочка, ты пока тыкаешь, смотри-ка, в горох не загреми, как-нибудь ненароком, а то опять будут потом всем СНТ тебя тут поднимать за руки, за ноги и, собственно, приводить в чувство, да. А еще, не дай бог, на кого-нибудь загремишь, вот это тогда вообще будет полный трындец. Далее, друзья мои, уралочка рассказывает план действий на, значит, ближайшее лето, что будут садить, да, именно садить, не сажать, сажаете вы, а садит у нас уралка, да, садит. Так вот, она говорит, картошку, картошку убавим. Да-да, убавим картошку, она у нас естся, но не очень хорошо. Хорошо, уралочка, я что-то, если честно, не поняла, а сарафан знает про это? Ты же рассказываешь нам по поводу того, какой сарафан любитель картошки. Он любит картошку больше, чем мясо. Любите ли вы? Да-да, это примерно из этой же серии, представляете, ребятки? А она решила картошку поубавить. Вы знаете, я вот что подумала, наверное, все-таки не ровен час, и обдушка помашет нам ручкой и улетит в свой далекий кишлак. Именно по этой причине уралка решила поубавить картошку, да. А одного, как говорится, с плеч долой, все-все, одного сняли с довольствия. Ну, поэтому уралочка понимает, что, конечно же, конечно же, поскольку, по ее словам, обдушка съедает практически все, и все-все деньги на продукты уходят практически на одного обдушку, то, естественно, зачем столько много картошки? Ну, да, с другой стороны, я с уралочки согласна, учитывая, что вся ее картошка была зеленого цвета, друзья мои, то это, конечно, выглядело, ну, не очень, да. Я бы тоже такую картошку есть бы не захотела. Далее уралочка признается, что она уже брала консультации. Да, вот у нас, значит, обдушка репетиторствует, а уралочка у нас берет консультацию тети Наташи у соседки. Мне так тоже смешно всегда, как и ребятам, когда уралка называет ее тетя Наташа. Вот мне так хочется сказать, мы видели твою тетю Наташу, которая, да, годится тебе в мамы по возрасту, но выглядит она моложе тебя лет так на 20, друзья. Ну, хорошо, окей, давайте не будем врать, пусть не на 20, пусть так на 15, на 16 помоложе, да. Но большая разница. То есть я к тому, что тетя Наташа годится ей по возрасту в мамы, да, то есть, вот, но при всем при этом она выглядит лучше, нежели выглядит уралочка. Так вот, уралочка консультировалась у тети Наташи и говорит, «Я поинтересовалась у тети Наташи, вы что посадили?» Она сказала, «Ничего, ничего садить не буду». Она говорит, «Ну, и я тогда тоже ничего садить не буду». Ну, правильно, уралочка. Куды тетя Наташа? Туды, собственно, и ты. Все это то же самое было в прошлом году. Помните, все время слизывалось. Тетя Наташа там это сделала, и я сделаю. Тетя Наташа там что-то подвязала, и я подвяжу. Тетя Наташа вот это подкормила, и я сделаю. И я с вами, и я туда. Помните, как любовь и голуби, короче. И я с тобой, да. Далее, друзья мои, подкалывает обдушку. Ой, сама-то хотела банку затопить, а тут сафарчик. Давай, я сам затоплю. Ой, друзья мои, опять нам рассказывает. Это мадама. Да-да. Рассказывает, рассказывает мадама. Чешет нам по ушам, ездит нам по ушам. Насколько сарафан ее типа жалеет. Уралка, понятное дело. Он понял прекрасно, что если сейчас ты возьмешься за это дело, то не видать вообще абсолютно ничего, в том числе и тебя. И то, что Бани. Друзья мои, продолжение следует. Друзья мои, продолжение следует.